Самый провозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов грозит увольнением главе оккупационного госкомитета по лесному и охотничьему хозяйству Василию Чабанову за срыв поставок дров населению. Жители крымских сел активно жалуются на горячую линию оккупационного правительства на то, что лесхоз не поставляет обещанные дрова, а соответствующие услуги частников обходятся в три раза дороже государственных расценок. Будут отвечать в полном объеме. Если в уголовном порядке выяснят конкретно, кто из должностных лесничеств покрывал эти ситуации, точно так же все под суд пойдут. В гослисходе в свою очередь обвиняют крымчан в самовольной вырубке лесных массивов. В начале 2015 года выявлены значительные объемы самовольных рубок, ущерб от которых составляет более 200 миллионов рублей. Материалы переданы в органы прокуратуры. Крымчане говорят, даже по государственной цене на дрова и уголь отапливать дома зимой накладно. Одна машина дров еще летом стоила столько же, сколько месячная пенсия пожилого человека. У нас машина дров, машина там, что стоила раньше, по теплу еще когда, 8-10 тысяч. А сейчас я не знаю, сколько стоить. А что делать? Надо топиться, надо жить. У Людмилы Семеновны в этом году случилось большое горе. Женщина потеряла самых близких родственников. Без их помощи жить ей стало тяжело. Благо, говорит пенсионерка, нашлись добрые люди, которые помогли сформировать запас дров и угля на зиму. Без помощи было бы трудно зимовать, поскольку жизнь в Крыму сейчас непростая, говорит пенсионерка. У меня муж похоронен и сын похоронен здесь в Кладбище за год. И я в такой беде. И запаслась. Помогли мне, конечно, запаслась дровами и углем. Я не покупаю дорогие. А вообще дорогие. Поедешь, пойдешь в магазин, 400 с лишним отдашь, ничего не поднесешь. Алексею Сергеевичу на заготовку дров и угля на предстоящую зиму пришлось потратиться. Мужчина сравнивает российскую пенсию в Крыму с потребностями селян. Арифметика выходит такая. Я вот 60 тысяч отдал за уголь только. У меня 5 тонн уходит за зиму. 60 тысяч я вложил, считай, пенсию годовую свою. И дрова тоже 11 тысяч машины, 5 кубов или 6. Тоже зачем оно? Что это за отопление такое? А что нам? 10 тысяч пенсии. Пожалуйста. Как раз мне хватает на зиму, на отопление. Вот сейчас как затоплю печку и до самой весны погодно. Сосед Алексея Сергеевича Иван Федорович пока не покупал ни дрова, ни уголь. На свою пенсию позволить себе сформировать запасы на зиму не может. Надеется на помощь детей и вспоминает былые годы. Когда мы были в Украине, мы свободно за пенсию покупали дрова и уголь. Сейчас за пенсию не купишь. Не дров не болят. Жить можно. Только то, что дрова и уголь, сильно много забирают. По данным зампреда оккупационного госком леса, под вырубку деревьев для обеспечения крымчан дровами отданы 13% в территории лесных массивов, что позволяет обеспечить дровами около 20 тысяч человек, при потребности в два раза больше. К началу сезона дрова смогли купить лишь 12 тысяч крымчан. Притом дефицит обнаружился уже после наступления холодов. Хотя ранее профильные оккупационные чиновники наперебой уверяли, что проблем с обеспечением населения дровами не будет.